Наталья Краснова. Принцесса на всю голову. Читает автор. Давным-давно. Принцесса на всю голову. Почему я должна мыть посуду за всех? За собой ведь я всегда мою. Это кто-то из вас все в раковину накидал? Я увидела в раковине под грудой тарелок картофельные очистки и салат оливье, забивший сток, и меня передернула. Не буду мыть посуду! Наталья, сурово сказал папа, мое полное имя не сулило мне ничего хорошего. Значит, отец настроен решительно. Но и я упрямая. Сказала, не буду, значит, не буду. Пусть Ленка моет. Сегодня ее очередь. Резво предложила я. Мам! На кухню вошла мама и с первой секунды просекла расстановку фигур на шахматной доске жизни. Она не стала истерить. Напротив, мягко улыбнулась и по-доброму сказала. Наташ, вспомни, Золушка все время мыла полы и посуду. Хоть раз она сказала, не хочу мыть. Вот то-то же. А потом она вышла замуж за принца. Помнишь? А тебя такую неряху кто возьмет? Кому ты нужна такая будешь? Как думаешь? Подключился к сказочной манипуляции мой папа. А я никак не думала. Я уже стояла у раковины, брезгливо возюкая пенистой виходкой маслянистые тарелки. А после посуды еще и пол помыла в квартире, чтобы уже наверняка выйти замуж за принца. Чем больше страдаю, тем быстрее меня найдет принц. В общем, может, я не сильно страдала или сказочный навигатор заглючил. Но мне уже 41 год, а мой принц меня до сих пор ищет. Меня зовут Наташа Краснова, я стендап-комик, автор книг по практической психологии, мне 41 год. За это время я успела несколько раз выйти замуж, и практически всю свою сознательную жизнь я ждала принца. Даже когда вышла замуж, я все равно продолжала его ждать. Иногда мне казалось, что я вышла замуж не за принца, а за дракона. А иногда, что я сама настоящий дракон, и спасать нужно всех, кроме меня. А иногда даже казалось, и я с этим свыклась, что если даже принц прискачет, он с перепугу спасет моего многострадального мужа, а не меня, и будет прав. А я буду вся такая в гневе мчаться за ними и изрыгать языки пламени, и буду неправа. Так я и жила. Вся моя личная жизнь дрейфовала, как мамонтенок, от разочарования к разочарованию. Я дико удивлялась, как так происходит. Я встречаю принца, начинаю с ним жить, и он превращается в мудака. Это что за волшебство такое, сердилась я. На самом деле нет никакого волшебства. В реальной жизни никто ни в кого не превращается. Принц остается принцем. Он по-королевски лежит на диване. Иногда говорит, мусор вынести, не царское это дело. Иногда требует от меня повиновения. Он ведет себя, если откровенно, как истинный принц. А я требую от него каких-то поступков. Хочу, чтобы он на работу устроился. Как будто он простолюдин какой-то. Или на первом свидании хлопаю в ладоши и благодарю своего принца за то, что тот убивает ради меня драконов, а потом удивляюсь, в какой момент мой принц превратился в абьюзера. А он и не превращался. Он всегда им был. Он убивал. Да, драконов, но убивал. Да, ради меня, но еще раз вдумайтесь, убивал. Это основная ошибка принцесс. Мы все выросли на сказках и отчаянно пытаемся перенести эти сказочные шаблоны в реальную жизнь. Каждая девочка мечтает о принце, как из сказки, или о парне, как из фильма. Мы все мечтаем о счастливом будущем, где и жили они долго и счастливо, и умерли в один день. Не спрашивайте, каким образом синхронизация смерти добавляет счастье в общую картину супружеской жизни, но в сказках и романтических фильмах обычно так. Я верила в какую-то истинную любовь, которая переживет все. Ее просто нужно найти. Если это та самая истинная любовь, то мне с моим принцем все время будет хорошо вдвоем. Я никогда не буду злиться на него, а он никогда не будет уставать от семейной жизни. И мы всегда будем улыбаться друг другу и держаться за руки. Даже когда одному из нас понадобится пойти в туалет вместе и навсегда. Вот это и есть истинная любовь. На правах женщины, имеющей несколько печатей в паспорте на странице «Семейное положение», могу сказать следующее. Реальная семейная жизнь не бывает такой сказочной, какой я себе ее представляла в юности. Любая семья проходит через сложные моменты. Но как через них проходить, в сказках не объясняют. Там чуть что Василиса Премудрая сразу начинает впадать в истерику. «Зачем ты сжег кожу лягушачью? Ты дебил, что ли? Ты не знал, что ли? Нельзя жечь кожу!» «А-а-а-а-а!» Озим ударилась и улетела. Все, до встречи в суде. Вот так конфликты решаются в сказках. Я так и пыталась их решить в реальной жизни. Чуть что не так, все, уезжаю к маме, ищи меня за 3-9 земель. Мне в те моменты казалось, что я феерична, как царевна лягушка. Мужу моему казалось, что я тупая жаба. В школе нас тоже никто не учил, как общаться с мужчинами. В школах на уроках семейного воспитания мы учились шить фартуки и готовить сырники. Но когда я вышла замуж, оказалось, что шить фартуки не нужно. А на сырники у моего мужчины вообще аллергия. А вот находить общий язык с мужем, который вдруг оказался твоим отныне и во веки веков, очень даже нужно, причем ежедневно. Но нас никто этому не учил. Моего мужа, очевидно, в школе тоже ничему полезному не научили. Его в школе учили делать табуретки, а не успокаивать жену в период ПМС. И у нас начались проблемы. Обычные семейные проблемы, которые решаются в процессе диалога между мужем и женой. Но никто и никогда в сказках, на которых я выросла, не писал адекватных диалогов. Не было такого правильного с точки зрения психологов диалога в конце пушкинской сказки о рыбаке и рыбке. И сказала старуха, что не хочет она больше быть столбовой дворянкой, а хочет быть владычицей морскою. А старик обнял ее и говорит. — Лариса, моя ты радость! Я тебя люблю, хоть крестьянкой, хоть царицей. Ты пойми, мы и так с тобой разбогатели на халяву. Тут как в казино, главное вовремя остановиться. И старуха такая. — Если ты меня любишь, ты пойдешь на синее море и попросишь золотую рыбку, а старик такой — Ларис! Это ж манипуляция чистой воды, а, Ларис! И старуха села и заплакала бы. И рассказала, как сильно она боится потерять старика. И что боится, что он пойдет к синему морю и попросит себе новую жену. И что она сама не рада своим манипуляциям и эмоциональному абьюзу. А старик бережно взял бы костлявые старушечьи руки в свои загрубевшие рыбацкие ладони, и старуха бы впервые за сто лет улыбнулась. И жили бы они счастливо. Время от времени. Вот эту фразу, кстати, неплохо было бы дописывать к слову «конец» в каждой сказке. Жили долго и счастливо. Время от времени. Это нормально. Даже самая счастливая семья иногда оказывается на грани развода. Любую из нас после свадьбы могут накрывать сомнения. Это нормально. Но этого в сказках нам не говорят. А вот что нам в сказках говорят. Первое. Если ты найдешь того самого человека, вся твоя жизнь станет идеальной, и вы никогда не расстанетесь. И каждая девочка, вместо того, чтобы научиться общаться с мужчинами и выяснить, чего она хочет от этой жизни, тупо ищет того самого. Если спросить у подобной принца-ждалки, какого конкретного мужчину она ждет, попросить описать его, перечислить конкретные качества человека, она скажет что-то типа «Я почувствую, что это он». На самом деле, единственное, что она почувствует, это панику к сорока годам. Второе. Чем больше ты страдаешь, тем больше счастье ждет тебя впереди. Ведь, как обычно в сказках, отец взял свою родную дочь и по приказу мачехи повез в лес на съедение волкам. Что должна сделать девушка в такой аховой ситуации? Правильно, позвонить в полицию. Но в сказках другой совет. Девочка, смирись и терпи. Старый дед с посохом подобрал тебя в лесу под елкой, заставляет работать на него. Смирись и терпи. Там в конце сказки всем терпилам обязательно сундучок с золотом дают. Жаль, что в жизни не все так радужно. Максимум, на что может рассчитывать терпила, это тринадцатая зарплата. Минимум еще больше ненавистной работы. Третье. Бездействуй и плачь. Мачеха заставляет спать на полу у печи. Бездействуй и плачь. Мачеха завалила работой и не дает отдыхать. Бездействуй и плачь. Мачеха унизила и порвала платье твоей покойной матери. Может, пришло время послать мачеху к чертям и уйти? Да нет, лучше бездействуй и плачь. Да-да, дальше в сказке была фея и карета. Но в жизни к жертвам домашнего абьюза обычно приезжает одна и та же карета. Карета скорой помощи. Если успевает, конечно. Четвертое. Надейся на чудо. Работать? Да кому это надо? Ты лучше надейся на щуку или золотую рыбу, на оленя с серебряным копытцем и хозяйку медной горы. В сказке это всегда срабатывает безотказно. А в жизни обычно приходит хозяйка без медной горы и все накрывается медным тазом. Получается, сказки травмируют детскую психику? Растерянно произнесла моя подруга Настя и задумалась. И я задумалась. Во-первых, задумалась, зачем я в самый разгар вечеринки с друзьями вдруг начала рассказывать идею своей книги. А во-вторых, мы все выросли на одних и тех же сказках. Но кто-то из нас превратился в терпилу, типа Золушки. Кто-то в геронтофоба, типа Мачехи Белоснежки. А кто-то остался адекватной и психически здоровой личностью. Как так-то? Дело в том, что сказка сама по себе не закладывает в человеке травму. Сказка может только закрепить имеющийся у человека паттерн поведения, зацементировать уже существующую травму, сделать ее частью характера человека. Это не сказка привлекает травму. Это уже имеющаяся психологическая травма притягивает к человеку соответствующие сказочные сюжеты, которые человек диагностирует как родные и близкие. Не мудрено. Если девочка с детства растет под гиперопекой матери, сидит дома, как Рапунцель в башне, ей будут нравиться именно такие истории. Наивная, неопытная девушка связалась с хулиганом и сбежала из дома. «Я не такая», — обязательно скажет кто-то из читателей этой книги. «Да безусловно, мы все такие, и ты одна не такая. На тебя единственную никак не повлияли сказки из детства. Именно поэтому ты сейчас слушаешь книгу сказок. Хотя, возможно, ты права, ты другая. Может быть, тебе в детстве перед сном родители читали не сказки, а основы ядерной физики или тригонометрию за 11 класс. Ты не ассоциируешь себя ни с одной принцессой и ни разу не влюблялась ни в книжного персонажа, ни в героя из фильма. Ты уникальна. Уникальность твоя заключается в том, что ты умудряешься врать самой себе и истинно верить в свою ложь. Хотя, возможно, ты действительно обладаешь аналитическим умом, живешь в мире цифр, и в твоей голове нет места для фантазий. В таком случае эта аудиокнига станет легкой и веселой для тебя. Ты будешь ловить себя на мысли, «Ох, какие бывают глупые эти женщины, у которых есть воображение и которые могут внезапно влюбиться в мудака, а потом страдать». Ты адекватная. Ты не такая. А вот я как раз такая. Как только я научилась складывать слоги в слова, а слова в предложения, я начала читать сказки. Я прочитала все, что могла в домашней библиотеке и перекинулась на школьную, а затем и на районную. Я как эпистолярный пожар поглощала книги одна за другой, попутно влюбляясь в каждого принца. А ведь принцы все без исключения потенциальные клиенты психдиспансера, от абьюзера Адама до инфантильного эльфа из дюймовочки. Поэтому никто из моего окружения не удивился, когда, достигнув половозрелого возраста, я вдруг начала с завидной регулярностью влюбляться в мудаков. Головой-то я понимала, что мне нужно жить с адекватным парнем. Иногда даже пыталась встречаться с таким. Но мне было с ним безумно скучно и беспросветно. И каждый раз, как только я видела на горизонте загадочную мудацкую морду, я сразу же наотмашь влюблялась. Чем загадочнее и мудачея была эта морда, тем сильнее меня затягивала. Вся моя молодость и часть зрелости прошла под эгидой «Влюбись и страдай». И его заставь страдать. Если я не страдала в отношениях, мне казалось, что в этих отношениях нет любви. Обычные человеческие отношения, в которых оба супруга уважают и любят друг друга, я называла унылым сожительством. Как понять, адекватная ли ты женщина или классическая принцесса? Понять несложно, а вот принять этот факт будет задачей не из простых. Итак, ты классическая сказочная принцесса, если... Первое. Едва познакомившись с мужчиной, ты уже наделяешь его какими-то свойствами. Например, симпатичный парень придержал тебе дверь на входе в метро, а ты уже мысленно вышла за него замуж и родила пятерых детей. Потом в вагоне метро ты ему улыбалась, и он тебе тоже. Ты мысленно родила ему еще шестерых детей. А потом он вышел на своей станции, а ты продолжаешь ждать, когда он найдет тебя и предложит быть его женой. И так уже четыре года. Второе. Если человек плохо с тобой обращается, его надо расколдовать. Твой мужчина избил тебя, но вместо того, чтобы собрать вещи и съехать от этого морального урода за 3-9 земель или хотя бы к маме в Саратов, ты начинаешь искать причину его такого поведения. И оказывается, у него был очень суровый отец. Вся причина в его отношениях с родителями – это его травма детства. И ты вдруг понимаешь, как ему плохо, и что его никто не любит, поэтому он такой злой. И начинаешь свою миссию – спасти чудовище от погибели. Причем своя погибель тебя волнует существенно меньше, хотя она существенно реальней. Если честно, среди нас нет заколдованных людей. Мы все разные, и ты либо принимаешь человека таким, какой он есть, либо уходишь от него. В личной жизни полный караул. Подруги советуют завести анкету на сайте знакомств, но ты не заводишь, и на улицу не выходишь. В клубы не заглядываешь, а если кто-то пытается с тобой познакомиться, ты говоришь «отвали». А вечером ноешь подругам. Мол, почему я до сих пор одна? Потому. Четвертое. Ты ждешь, что зло будет наказано. Так всегда бывает в хороших фильмах и сказках. Я несколько лет ждала, что мой самый главный бывший скажет. Я ушел тогда, потому что мать мне наговорила про тебя всякого, а вчера она во всем призналась. «Прости, что я в тебе сомневался. Вернись, я брошу всех своих шлюх». Ну, или что-то подобное скажет. И вернется ко мне. И все будут счастливы. Ну, кроме его шлюх, конечно. Пятое. Ты ждешь начала жизни. Ты, конечно же, живешь, но как бы не на полную катушку. А на полную катушку ты начнешь жить, когда похудеешь, выйдешь замуж, устроишься на работу, вставишь себе зубы и сиськи и так далее и тому подобное. Если вы узнали себя хоть в одной из этих ситуаций, вы сказочная принцесса, как и я. Вы всегда ждете чего-то волшебного, надеясь на фею крестную и живете в ожидании чуда. Эта аудиокнига как раз для таких, как вы. И как я. В этой аудиокниге 18 сказок, 18 принцесс, 18 синдромов, один страшнее другого. В психологии же, как и в сказке, чем дальше, тем страшнее. Я не любила в детстве сказки. С принцессами себя не ассоциировала. Я больше фильмы смотрю. Я адекватная просто, наверное, сказала Машка, пожала плечами и отхлебнула растворимую бурду из пластикового стаканчика. Я знаю Машку с первого курса педагогического университета. Адекватностью там и не пахнет. С каждым своим парнем Машка знакомится по одной и той же схеме. В клубе Машка отрывается, как в последний раз. Она душа компании. Потому что обычная жизнь ее скучна и однотипна. Проверяй тетради, заполняй журнал, готовь конспект урока. Но как только какой-нибудь парень западает на нее, Машка сбегает домой, оставляя парня в недоумении. Тот ищет ее по соцсетям и находит. Влюбленный и счастливый. Время от времени. Конец. Ничего не напоминает? Мне очень сильно напомнило до боли знакомый сюжет, поэтому я поинтересовалась у Машки, а какие фильмы у нее самые любимые? Ответ меня не удивил. Красотка, Госпожа горничная и прочие. Все эти фильмы объединяет одно. В их основе сюжет про бедную, но хорошую золушку, которая отжигает на балу и влюбляет в себя принца. Поэтому, если вы думаете, что у вас нет шаблонного поведения, вспомните все свои любимые фильмы и сериалы. В общем своем смысле, это все тоже сказки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok